У нас вот такие сегодня путешествия. Вот эта речка Вонючка. Течет она с этих свиных ферм, пахнет здесь отвратительно, но при этом бобры все равно натаскали и построили здесь, смотрите, какую гигантскую плотину. И теперь здесь, можно сказать, перейти получается, хотя, конечно, вот это затоплено, я уже тут намочился нормально. Вот так вот бобры строят, прям рядом с городом, под высоковольткой, на речке Вонючке, по которой свиные стоки текут, строят свои плотины. Чувствуешь запах? Вот и дальше вот такая мутная-мутная грязная вода. Офигеть! Сейчас это все, это все еще замерзнет, будет подпирать, здесь зимой будет весело, конечно, все это будет течь прям по всем полям. Офигеть! Вот такие мощные бобры, так вот быстро они все это строят. Так, к сожалению, мы не первые в этом году на льду, уже люди катаются на коньках, мы приехали на новый карьер, на ДРСУ-2. Вот это я пошел, лед проваливается, то есть около берега он вообще не держит. То есть очень страшно, сейчас я явно провалюсь. Вот, но уже, смотри, пленка пошла, то есть вот, соответственно, эта пленка, водичка пошла, но она уже держит, то есть еще день-два и уже начнут замерзать карьеры достаточно большие. У нас все растает нафиг. Надо заходить поглубже, там толщина льда, конечно, больше, чем здесь по краю. Чем ближе к краю, тем солнце сильнее прогревает вот этот берег, вот эти вот, видите, прозрачная часть, он здесь намного тоньше, чем глубже. Вот, но испытание лед уже проходит, то есть, в принципе, вот я иду, вот он по домой проваливается конкретно, но, как бы, держит. Страшно пипец, но здесь, в принципе, не глубоко. Я в резиновых ботинках, видите, какая пленка. Не знаю, сколько сейчас будет видно, вот она уходит, а вот здесь вот дальше уже начинает держать лучше. Еще пару дней мороза и все, на любом карьере можно кататься. Вот там, получается, самая теплая часть. Здесь поспокойнее, здесь толщина льда должна быть толще. То есть, я захожу и лед проминается где-то примерно на 2-3 сантиметра подо мной. То есть, вот эта пленка льдовая накапливает энергию и обратно отжимает меня водой, давлением воды. Я не проваливаю. То есть, то, что он лопается, трескается, конечно, страшно, но она меня держит. Дальше заходить опасно. И вот так вот мы проверяем. То есть, при толщине льда 3 сантиметра, вот сейчас лед 3 сантиметра здесь, заходить нельзя на лед. Это очень сильно опасно. А вот при толщине 5 сантиметров уже полностью безопасно. Опять же, если нету полыньи никакой, родника подводного, или вот типа тростника. То есть, нужно измерять каждый-каждый сантиметр льда. 10 сантиметров уже льда выдерживает танк. То есть все вот эти переправы на 10 сантиметров уже рассчитаны. А сейчас всего лишь 3 сантиметра. Видите, он хрустит. Еще не до конца. Да. Дальше мы не пойдем пока что. А вот завтра уже можно будет и глубже заходить. Ну, где-то метра на полтора я отхожу. Дальше страшно, что там уже глубже. Значит, пока долбил лед, конечно, много я промочил слегка, вода затекла. Вот смотрите, про что я говорю. То есть сейчас толщина льда, вот мой большой палец, да, в перчатке. То есть порядка 3-3,5 сантиметров. И он непрочный. То есть вот он здесь прозрачный, здесь он такой матовый. И у него толщина неравномерная. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. То есть вот 3 сантиметра это еще предел, по которому только по кромке ты выходишь, и он под тобой уже проваливается. Еще сантиметр нарастет. Это уже будет прочнее, чем доска на 40. А доска на 35 это обычные половые покрытия в доме. Поэтому вот при толщине нужно проверять. Проверять, и буквально за ночь он схватывается, становится уже толще. И тогда уже можно будет ходить. Но все равно это опасно. Потому что еще морозы сегодня у нас только третий день стоят. И к сожалению, еще лед не промерз вообще везде. По всем водоемам не полностью. Поэтому лучше подождать. Лучше подождать, когда уже рыбаки выйдут на лед, когда уже люди на коньках начнут кататься. И тогда уже безопасненько выйти по льду и побегать. А сейчас пока рановато. Еще пока лучше подождать хотя бы, чтобы было 4 сантиметра.